Девушки отдыхают Будет интересно. Поехали! Позади 8 недель прослушиваний, которые закончились обсуждением на этапе «делиберейшн», где судьи вспомнили и обсудили выступления всех конкурсантов, которым сказали «да». Жюри выбрали полуфиналистов, и теперь участники из пяти стран Центральной Азии вновь собрались на сцене «Central Asia's Got Talent». Всем привет, друзья! Кстати, давайте похлопайте сами себе, потому что вы прошли в этот путь. На самом деле, у меня очень много людей, которые, к сожалению, не смогли дойти до этого этапа. Судьи отсмотрели сотни талантов. Десятки прекрасных песен, зажигательных танцев, умопомрачительных трюков и непостижимых умений. Кого-то они отсеяли сразу, не дожидаясь окончания выступления. На самом деле, это был сложный танец. Не знаю, что подумали члены жюри? Да, бельбем жюри, когда я не был. Спасибо. Я не прошла. Римма, три нажатые кнопки означают, что мы просим вас остановиться. Я разволновалась и не вступила. Дома сами занимались вокалом. Да, да. У меня один сын, подросток, ему 15 лет. Он гитарой увлекается. Это значит, дома у них настоящий концерт. Вы знаете, у меня соседи внизу переехали. А вы что? Они даже жаловались на меня, что я громко. Они подумали, что я сумасшедшая честная. Это песня Алимана же? Это Алимана песня. Можно другую песню? Нет. У вас один шанс, и вы использовали уже этот шанс, Акмаль. Но мы все волнуемся, Акмаль. Выступление, конечно, было не из лучших. Будем голосовать? Да, давайте будем голосовать. Скажите, можно? Да. Мы с раннего детства обиды Лелеем и бережем А жизнь так прекрасно смотри Когда мы их сожжем Победа добра над злом Всегда в наших сердцах Давайте всех простим И к звездам опять полетим Я скажу нет, потому что дальше я не знаю, что вы будете показывать. Спасибо. Спасибо. Я говорю нет, Ксения. Спасибо. А нет, на свидание? Да, Ксения, ну вы же не расстроены. Нет? Да. Скажите, Ксения, у вас какие были у вас ожидания, когда вы ехали на шоу? Никаких. Это самая классная позиция в жизни. Строгость судей иногда обескураживает. Но в то же время они искренне болеют за каждого участника. Насколько же сложно им было говорить «нет». Бывают, когда ты говоришь «нет» участнику, а он тебе просто в лицо улыбается и так мило говорит «спасибо, спасибо». И это вот внутри начинает сгибаться вот это вот все и думаешь, почему я скажу, хочется сказать «да», ну вот участник же такой хороший. Но мозг опять-таки сердце перебивает, взбивает и говорит Ситора, ты же оцениваешь не участника, а его талант, материал, который он привез. Чисто даже по-женски я вас хочу поддержать, но как творческому человеку я говорю «нет». Спасибо большое. До сих пор продолжается периодический хейт в социальных сетях в мою сторону. Почему-то раз в год в пабликах всплывает видео еще с 2000-х годов из проекта «Суперстар КЗ», где мы сказали «нет» участнику фристайла. Потому что там был вокальный конкурс, он не был вокалистом, это была единственная причина. Здесь в год таланте как раз наоборот. Здесь именно потому что границ нет по возрасту, по жанру, по чему угодно. Ты пытаешься на какому-то некоему финальному знаменателю выйти, который бы обозначил, что такое талант. И очень часто это совершенно нетривиальная задача. Поэтому, наверное, вот как раз-таки сказать «да», наверное, сложнее. В любом случае для каждого участника, вне зависимости от результата прослушиваний, показать себя на сцене, оценить свои возможности и выступить перед 80-миллионной аудиторией пяти стран – огромный опыт. А тех, кто прошел дальше, волнует вопрос – что же судьи и зрители хотят увидеть в полуфинале? Да, мы плакали, да, мы радовались, да, мы танцевали вместе с ними, да, мы подпевали. Но чтобы я удивился, вот ба-бах, вот так, я этого жду с нетерпением и очень надеюсь, что это произойдет. Привет, друзья, я очень рад, счастлив вернуться в проект, ждал с нетерпением, как говорится, приглашения. Жду с нетерпением всех участников, очень надеюсь, что они выступят достойно. Я понимаю, конечно, что они переживают, волнуются, но все будет хорошо. Это уже полуфинал, поэтому это уже другой уровень, я думаю, они уже подготовились к полуфиналу, как подобаючи, как говорится, и могу сказать уже, наверное, непрофессионально. Обладатели «Золотой кнопки» прошли в полуфинал, минуя очень волнительный тур «Делиберейшн». Итак, в шоу осталось 72 участника и всего два этапа, чтобы доказать свою уникальность. Планка теперь намного выше. В полуфинале решать судьбу участников будут зрители, а значит, им нужно настоящее профессиональное шоу. Ты должна вот дальше этого угла не проходить, и дальше этого угла. Все время смотри, пожалуйста, на жюри, улыбайся. Всем привет, я Донна, мне 10 лет, я из Кыргызстана, и я в полуфинале. Я не хочу, чтобы этот проект заканчивался, потому что тут весело, тут можно показать свой талант, все отлично. Донна у нас одна из самых ярких, наверное, участниц, потому что она одна из самых маленьких участниц, и при этом при всем заметно, насколько она подросла с нашего первого этапа аудишн. Режим будет, наверное, сложный где-то, может быть, кто-то не привык, но все такие проекты делаются с какими-то усилиями и с вашей стороны тоже. Поэтому надеемся, что вы будете себя беречь и выходить на сцену с хорошим настроением, и у нас все получится. Талгат-Коленов! Где Талгат-Коленов? Куда делся? Вы видели Талгата? Съемочный процесс работает как часы, и опоздание одного участника может сдвинуть весь график. Конкурсантам строго запрещено покидать площадку без ведома администраторов. Ему на сцену выходить скоро! Талгат! Что будет, если участника не смогут найти? Придется ли ему покинуть шоу, так и не продемонстрировав свой талант? Свою версию хита Эда Ширана исполнит Талгат-Коленов из казахстанского Атрау. Рус, Талгат-Коленов нашелся. К счастью, администраторы нашли конкурсанта. После такого инцидента команда проекта будет еще бдительнее. Тебя потеряли? Тебя долго искали? Куда ты пропал? Они устают, они капризничают, они не понимают, почему им нужно находиться на съемочной площадке. Там 8 часов, 10 часов из серии, что мы же уже выступили, мы хотим идти домой. Вот, и пользуясь таким случаем, что сейчас можно обратиться к телезрителям, я хочу сказать, что если вы принимаете участие в телевизионном конкурсе, то нужно понимать, что ожидания, что многочасовые съемки – это все часть одного большого процесса съемочного. Те участники, которые прошли школу Год Таланта, скажем так, для них уже в дальнейшем никакие телевизионные проекты будут не страшны, потому что здесь настоящая армия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, посмотрите, вот я сейчас стою ровно в сцене. Там раз назад, 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 попадите, а то бегите. Он нарисован у вас. Вот, видите, вот это. Смотрите, последняя дочка ваша. Да, последняя как-то упала. София, смотри, ты куда ушла. И ты сказала, не упади далеко. Вот вы когда сделали, вы ждете, пока вот этот звук не будет. Хорошо? Пока его нет, вы не бежите. Что надо делать? ДА-ДА! Вот молодцы. Перед командой стоит нелегкая задача помочь каждому участнику раскрыть свой талант. С участниками работает шоу-балет и бэк-вокалисты, кому-то приходится за два дня привыкать к лайв-бенду, а тем, кто выбрал себе экстремальные жанры, нужна помощь технического плана. Для этого, помимо режиссера и ассистентов, за кулисами работает целая команда художников-декораторов, реквизиторов, администраторов и волонтеров, которые могут предоставить необходимый реквизит и обеспечить безопасность и зрелищность каждого номера. На этом проекте работали больше 15 человек в разные сферы. У нас в команде есть и сварщики, и столяры, и мебельщики. И в основном у нас в команде все художники, и там все полностью 15 человек были задействованы. Кто-то обтягивал ткани, кто-то сделал электрическую проводку для освещения, кто-то собирал вот эти лайтбоксы, кто-то покрывал динолинами вот эти вот ковроланы. Нам режиссеры полностью дают задачу, и мы эту задачу как-то согласованно делаем. Мы здесь применяли разные подвесы, лебедок, механизмов, брали в аренду где-то, где-то привозили сами участники свои оборудования. И мы здесь применили современную подсветку RGB. Это все управляется через технику шоу-осветителя. Мы выводим все освещения, все в лейтбоксы, все наши декор-панели. Выводим вот это даже все по светке у стола, по светке их, по светке вот этих подиумов. Мы выводим на пульт осветителя, и он все может это здесь регулировать за счет своего пульта управления. В любой момент может выключить, и любой цвет радуги он может применить в этой декорации. Такие технические решения позволяют участникам и режиссерам сделать выступление ярче и красочнее. Неудивительно, что в таких условиях фантазия конкурсантов не имеет границ. Например, я там вверх ногами, вы меня подвесьте, или принесите мне большой аквариум с ростом там в меня. Я туда помещусь, мне завяжете глаза, завяжете руки, спрячете замок, чтобы там вода лилась. Понятное дело, что технически это сделать не так просто. Вот участники очень много чего хотят. И, конечно, по максимуму мы стараемся воплотить их желания. Помимо подготовки у себя дома, участники много репетируют на сцене. Для этого они приехали в Алматы за несколько дней до концерта, чтобы довести свои номера до совершенства. У вас главное, чтобы было хорошее настроение. Хорошо? У вас очень хорошая хореография, очень все хорошо получается. Не забывайте про центр, про рисунки. Вот ты, по-моему, да, вот здесь вот, когда ногу поднимаешь, ой, ты чуть-чуть сдвигаешься правее, чем надо, да? Обязательно нужно этот момент еще раз отрепетировать, потому что, когда с зала смотришь, рисунок должен быть очень четкий и конкретный. Хорошо? Вот, у вас как раз есть время на подготовку, поэтому постарайтесь. Что с вами? Где эти эмоции, где те дети, которые были у нас? Где мега-кидс, которые тогда все покорили, там все сказали, ого-го-го, вот это мимика, вот это лицо. Ну вы что? Мы не видели то место, потому что без зеркала тяжело танцевать. Мы не видим себя и не видим всех. Немного тяжело, когда мы не можем так увидеть людей. И поэтому мы всегда, поэтому мы очень хорошо тренируемся, чтобы помнить все свои места, точки, чтобы всегда танцевать на том месте, где тебя поставили. Но мы уже знаем, что мега-кидс поразили серьезным подходом и, как следствие, профессиональным выступлением. Они сделали все, что могли. Теперь остается только ждать результатов голосования. Я себя артистом не считаю пока, но человек, который выступает на сцене, мне кажется, он все равно должен волноваться за свое выступление. Надеюсь, я не подведусь мне, зрители, жюри, даже члены жюри. Хотя пока мне ничего не зависит, но все равно, чтобы ничего плохого мне не сказали. Самый требовательный член жюри, заслуженный деятель Казахстана, известный певец Нурлан Абдулин. Привет, дожди, как этим летом. А мы не видели с тобой. А на сегодня надо собрать. Участники, которые пробовали свои силы в первом сезоне, хорошо запомнили его профессиональный подход и строгие комментарии. Ведь Нурлан Абдулин отлично знает слагаемые успеха на шоу «Central Asia's Got Talent». Да ты что! Это уже интересно. Поэтому его вердикт – конкурсанты всегда ждут с трепетом. Нурлан Абдулин на самом деле может и выглядеть строгим, но да, он правильно, он подходит к творчеству очень строго. Потому что, во-первых, он любит свою работу, во-вторых, Нурлан Абдулин живет этим. И он чувствует каждую ошибку, он чувствует каждую ноту. Он очень требовательно относится к своей сфере, к своей работе и также к участникам. А на самом деле я вам открою один секрет, что самый добрый член жюри – это Нурлан Абдулин. «Зачем вы девочки красивых любите? Непостоянная у них душа». Казалось бы, чем можно впечатлить настолько искушенного артиста. Нурлан Абдулин дал участникам небольшую подсказку. Наверняка с его мнением согласится немало зрителей. Меня удивляет не то, что там сделано профессионально и хорошо, но есть какие-то такие вещи, которые за гранью и пределом человеческих возможностей. Какие-то такие вещи меня удивляют. И ты понимаешь, что, оказывается, мы используем просто совсем маленькую часть своего таланта, возможностей своего мозга. Начало уже положено. Впереди еще семь полуфиналов. Кто достоин побороться за главный приз? Это решаете вы. Напоминаем, что проголосовать за понравившегося участника можно через приложение Айту. А чтобы не ошибиться с выбором, не пропускайте новые выпуски шоу на телеканалах всех стран-участниц и на площадке Айтюб. Ждем вас в эфире телеканалов НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, Сафина в Таджикистане, КТРК и КТРК-музыка в Кыргызстане, Севимли в Узбекистане и Хазар ТВ в Азербайджане. Верь мечту и она сбудется! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова